Всем привет! С вами Ольга Чернова и разговор продолжается у нас о диете, именно о блюдах, которые мы можем позволить себе без ограничения. Снова достаю вот эту книгу овощная кулинария, по которой я делаю очень много рецептов. И сейчас расскажу вам об одном очень интересном винегретике, о простом и вкусном. Большинство из нас привыкли к винегрету, но привыкли и даже уверены, что винегрет это порезанные отварные овощи кубиками, то есть там картошка, свекла, морковка, все, и с соленым огурцом. Ну там еще что-то добавляется. Но винегреты могут быть совершенно разные, их очень-очень много видов. Вот хочу вам рассказать, как я делаю винегрет слоистый. Также отварные морковь и свекла присутствуют, тру их на терке, а режу не кубиками. И вареное мясо или рыбу добавляю в этот винегрет. Вот написано, что отварные очищенные морковь и свеклу измельчают, нарезают мясо или рыбу. Вот сегодня у меня рыба. Сваренные вкрутую яйца и лук мелко нарезают, слегка солят. Подготовленные компоненты винегрета слоями выкладывают, предварительно заправив майонезом в салатник, чтобы были рыбные слои. И украшают салат розочкой из свеклы. И вот эта прелесть с розочкой из свеклы готова. Сегодня я сделала вот такой винегрет слоистый с рыбой. Конечно, под себя я все это, ну как, сделала его более диетическим. То есть, вместо майонеза прослоила вот этой сметаной, которую я делала из кефира. Я вчера рассказывала, как я ее делаю. Потом я яйца не добавляла. У меня тут морковь, рыба, свекла и лук зеленый. Лук зеленый, ну для того, чтобы не было сильно постно. Изначально, конечно, все компоненты я отвариваю и измельчаю. Выглядит это не очень-то вот так красиво. Видите, отварная делаю морковь, отварную свеклу. Рыбу немножко на сковородке в небольшом количестве растительного масла припускаю. Это ментая, вот самая постная белая рыба. Это самый идеальный вариант для диет. Потом укладываю все в форму кольцо слоями. Кольцо снимаю, сверху украшаю розочкой и луком. И вот, пожалуйста, такой маленький-маленький мини-тортик овощной, диетический. Очень вкусный, очень полезный. Вот это тоже какой-то один из разновидностей винегретов. Потому что такой простой винегрет его делать немного сложнее. Там очень много компонентов, а тут всего лишь свекла и морковь. Получается и вкусно, и полезно. Попробуйте. У кого нет вот такой, например, формы кольца, мы его делали сами с консервной банки. Очень удобно порционную шубу делать, ну и все-все-все салаты. Можно просто наложить, накласть в маленькую чашечку. Все, до свидания. Когда у вас период оздоровления, период диеты, вот этот винегрет вам может очень пригодиться. Здесь и рыба, и овощи. Все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...